Всем привет, друзья! Сегодня бы хотел рассказать о плюсах-минусах кроссовок. Соответственно, у нас будут скетчерсы, каппа, потом еще раз скетчерсы и два Найка. То есть, два скетчерса, два Найка и каппа. Ну, прежде всего, самые старенькие это вот эти, Nike Air. И из особенностей, вот когда мягкая вот эта вот задняя часть, да, она рвется, как видите, вот со временем рвется. Рвется и матерчатая часть, вот эта вот, как видите, уже даже зашивалась несколько раз, но ничего не помогает. Ну и еще мягкая стелька, вот тоже на пятке вот так уничтожается. Вообще, хочется сказать, что все кроссовки рассчитаны на один год. Как ни крути, но именно что касается кроссовок, вот вы отходили в них один год и все. После чего вот они превращаются вот в такой, и их можно, по сути, ну, использовать на огороде где-то, либо выкидывать, ну, либо, ну, как грязновые, вот, грязновой вариант использовать. Следующий нюанс, это, знаете, вообще мне нравятся Nike, давайте по плюсам. Сразу же расскажу. Скетчерс – это комфортная ходьба, как в тапочках. Nike – это комфортное передвижение и бег, то есть занятие спортом более. Вот, ну, а каппа, каппа – это отдельный разговор, сейчас я скажу немного отдельно. Раз уж начал про Nike, давайте, купил вот такие по акции, там они стоили 4 тысячи, но самое смешное, я показывал, у меня в ролике они скрипят, если вот так ходить в них, они... Скрипят. Кто-то может подумать, что это подделка, но нет, это оригинальный Nike, все как положено, и они, вот, как видите, за два года не развалились, выглядят вот так вот. И, ну, не так уж их часто надеваю и ношу, из-за того, что они скрипят. Вот, ну, так по скрипу. Поэтому я их тоже одеваю иногда на огород, просто потому что немного раздражает, как-то вот такой вот скрип. Значит, про скетчерсы. Кстати, вот мои любимые скетчерсы, из особенностей, видите, если вот такая матерчатая, вот здесь матерчатая порвалась, видите, и скетчерса то же самое. Вот здесь не видно, но зашито, видно, точнее, зашито, здесь зашито, здесь вот полоска. Все это порвалось в свое время, значит, но мне все равно нравится, как она выглядит. Вот здесь, видите, зашивал. Причем вот эта кожа настоящая, вот сбоку вот эта вот белая. Причем далее, вот это, по-моему, типа замши или что-то типа того. Теперь далее, друзья, значит, стелька. Стелька в скетчерсе, как вы знаете, именно, значит, она типа силикон. Ну, вот она, видите, как раз можете увидеть, как в разрезе там она выглядит. Сейчас я покажу. Вот так, вот. Вроде бы говорят, что это типа силиконовая стелька, но на самом деле, на самом деле, там я вижу просто обычную пенку, ну, такую, как, ну, как это сказать, ну, короче, пенка, которая, губка, знаете, мыть посуду, вот там типа такой, видите, вот она синяя, вот она торчит, и я нажимаю. Ну, почему-то называют именно ее силиконовой. Вот, может, это и силикон вот такой пенный, я не знаю. Ну, действительно, на ощупь, когда нажимаешь, действительно, ощущение, как будто это силикон. Вот он мягкий, продавливается, и поэтому в них очень комфортно ходить, как в тапочках. И поэтому вот это мои, кстати, любимые кроссовки. Может, потому что они белые, красиво выглядят сзади, светоотражающие вот эти наклейки. Ну, короче, вы поняли, очень комфортные, но рвутся и, в общем-то, на год. Хотя им уже два года, но я из-за того, что их зашивал, и из-за... Видите, у меня другие кроссовки ношу. Из минусов скетчерса, это, конечно же, вот эта силиконовая фирменная стелька, вот здесь вот, она, конечно, ломается вот здесь, видите, вот она. Ну, не ломается, это, конечно, верхняя часть, вот, но, видите, вот здесь вот уже, значит... Ну, как она, разрушается со временем, не знаю, как это сказать. Хотя я сейчас потрогал, я думал, что она разрушена, да? А так на ощупь не так уж и сильно, только вот этот верхний слой, вот, отошёл. А так, в общем-то, неплохо, но кроссовкам нет ещё года. Но они очень комфортные, мягкие, как тапочки, и в них комфортно ходить. Они сейчас мокрые, потому что они все были в грязи. У нас, я живу в Великом Новгороде, у нас улицы просто... Нет, иногда бывают дорожки пешеходные, просто есть грязь, 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 грязь. И вот, поэтому я их отмывал. Вот. Что бы хотел сказать теперь про Каппо? Мне показалось, это похоже на дизайн Найки, да? Знаете, есть такие Найки, ну, похожи. И мне понравился этот знак Италия, Каппа. Но, друзья, минус. Во-первых, тут написано, что 46-й размер, вы видите, евро 46-й, но на самом деле он меньше, чем у Найка в 46-й. Вот тоже 46-й. Но он меньше. Это видно даже невооружённым взглядом. Вот так вот. Вот. Видите, даже если поставить их рядом, это видно вот. Вот так даже, да? Вот. Вот так вот. Они меньше. Это первый нюанс. Второй нюанс. Знаете, я уже залазил в какие Каппы, и когда залазишь туда, ощущение, как будто вот внутренняя часть, она немного кривовата. Знаете, вот как не совсем ровно вот эта вот стелька сделана. Ну, такое ощущение у меня. По ходьбе, по удобству ходьбы, конечно, они и хуже и скетчерсов, хуже Найков, и поэтому на Каппы чаще всего делают скидки. Не знаю, то, что неплохой внешний вид. Это кожа, как видите, типа замши здесь. И вот этот значок Италии, итальянская, вот это вообще кожа. Ну, неплохой дизайн, неплохо выглядит, когда в них ходишь, но на самом деле, я уже повторюсь, это не совсем удобные. Они в качестве ходьбы, и совсем странно у них размеры. Хотя, видите, сбоку вроде неплохо выглядит. Видите, они самые-таки новенькие, поэтому я просто в них меньше всего хожу. Вот, друзья, ну, так что, как можно, что можно подтвердить? Стелька силиконовая ломается у скетчерсов минус Найков. В веерах то же самое, стельки ломаются, вот эти мягкие обивки, значит. Ну, и вот эти вот из, как это сказать, матерчатые носки, вот части, верхняя часть носка тоже ломаются. Вот, ну, из удобства приятнее, удобнее, даже вот в этих скрипучах тоже удобно ходить, очень спортивные, в Найках удобнее ходить и бегать, перемещаться. В скетчерсах более удобно, они как тапочки, но, опять же, еще раз повторюсь, вот эта вот стелька ломается. Ну, и каппа, это уже более дешевый вариант, но на них обычные скидки, они дешевле стоят, вот. И менее комфортный для ходьбы, вот. И менее вообще комфортный сами по себе. Вот, друзья, вот такое вот сравнение, надеюсь, вам было интересно. Всем доброго, всем пока, до свидания.